Полно вам, люди, Себя сквернять Недозволенной пищей, Овидий. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. В гостях у «Целебной кулинарии» поэт-композитор и певица Лена Василек. Сегодня мы с вами поговорим. У нас как раз клубничка. Такая красивая. Я знаю, что ее очень сложно обрабатывать, что ее нужно полоть, что за ней нужно ухаживать, потому что у меня на даче целых 10 грядок клубники. А какой сорт? Я не знаю названий, она разной формы. Мне очень нравится та, которая с сердечком, такая приплюснутая. Ну, ее Виктория называют, в принципе, ту. Вот эта очень тоже должна быть сладкая. Я ее по форме, я сразу могу определить, сладкая клубника будет или нет. А какая вот именно по форме? Ну, вот с сердечком-то то, что очень сладкая, а еще бывает такая, знаете, продолговатая. И это ошибочное мнение, что чем крупнее клубника, тем она слаще. На самом деле бывает такой сорт, по-моему, называется «Черный принц» или что-то в этом роде. Что-то очень красивое. Да, и она мелкая, но она такая вкусная. Я даже на рынке специально выбираю клубнику помельче. А земляника? Земляника, по-моему, всегда вкусная. Всегда вкусная. Особенно в лесу. Только дикий вариант. Мне кажется, земляника гораздо полезнее. Я не могу точно сказать, точно не могу знать, но мне кажется, что в ней гораздо больше витаминов. Она ароматнее. Она потому что растет прямо в лесу. Мне кажется, солнышко ее греет. Сама природа ее любит даже больше, чем клубнику на грядках. И, кстати, действительно, клубника любит солнечные места. И тогда она как раз созревает, становится вот так вот красненькой. Ой, что же я не помогаю-то вам. Ой, помогай, помогай, помогай. И смотри, вот эти вот зелененькие листочки мы тоже собираем. Оказывается, они оказывают свое положительное действие на наше здоровье. А что же с ними делают? А я потом расскажу, что с ними делают. Итак, дорогие мои телезрители, начался сезон клубники. Не упустите, потому что клубника вообще считается королевой десертов, королевой ягод. Особенно в тибетской медицине ее очень и очень ценят. Это любимица как взрослых ягодка, так и детей. И обладает она еще, помимо того, что она красива, как мы видим, вкусна, она еще обладает огромным рядом целебных свойств. Какие же целебные свойства? Какие целебные свойства? Оказывается, смотри, вот если взять 4 всего лишь навсего ягодки и взять апельсин, то по содержанию витамина С они будут равны. Да что вы! Ничего себе! Вот тебе и, оказывается, ничего себе. Вот почему я так люблю клубнику? А много ее есть. Говорят, что если ее съешь очень много, то может даже кишечник не выдержать и произойдет очищение. Но на мой-то взгляд это неплохо, а многие этого боятся. Нужно ли бояться этого? Не надо этого бояться. И знаете почему? Для того, чтобы произошло, ну, будем говорить, клубника, конечно, прекрасно она там усваивается, если она так в разумном количестве употребляется. Но если мы ее и переедаем, что при этом происходит? Значит, это водянистая яда. В основном вода. Практический сок. Практический сок. Но сок, смотри. С маленькими штучками. Ну, штучки это, вот какие-то маленькие штучки, это на самом деле, это семена клубники. Мы уже сказали, что это в основном вода, вода заключенная в такую нежную пектиновую, в нежную, значит, оболочку, да, из такой мягкой клетчатки. И вот эта клетчатка как раз, вот эта как раз клетчатка, она будет и влага, и пектины, которые здесь находятся и придают окрасочку, она будет как раз способствовать тому, что взаимодействовать со стенкой кишечника и стимулировать его на опорожнение, на естественное опорожнение. Поэтому, если у вас имеются проблемы с кишечником, всегда вы можете съесть примерно стаканчик клубнички перед едой. Это будет очень-очень хорошее средство. И вообще, так как у нас сейчас сезон клубники, его необходимо использовать с максимум пользы. Некоторые люди, знаете, сколько съедают клубники за сезон? Я очень много съедаю. Сколько? Я не считала, но я каждое утро съедаю, каждый день где-то вот по такой тарелке как минимум, а может быть и больше. За один раз или за один? Нет, за один раз прям могу столько съесть. Ну, правда, если дадут, конечно. Но клубники много, я выхожу утром с такой мисочкой и собираю для всей семьи клубничку. Когда они уже проснулись, у меня уже мытая клубничка на столе. Слушай, а когда ее лучше собирать? Ты знаешь клубнику? Я собираю утром, потому что потом, ну как, во-первых, она уже делается такая, ей жарко. Потом ее поливать надо вечером. Лучше утром, когда еще... Я собираю утром. Ты собираешь утром. Ну, если утром собирать и сразу съедать, это одно. Да, сразу, конечно. Но оказывается, если вы хотите куда-то клубничку транспортировать, то лучше ее собирать все-таки не утром, а после утреннего вот этого тумана. Почему? Конечно. Потому что вот этот вот туман утренний и, кстати, и вечерний, что он делает? Он, значит, создает некую сырость, и эта сырость потом не будет способствовать тому, что она будет... Она делается влажной. Она делается влажной и быстро вот так вот пользуется. Безусловно. А когда сухая, ее очень можно долго хранить. Вот. А для того, чтобы она была сухая, ее как раз надо собирать где-то после 10 часов. С 10 часов примерно, ну, до часа, наверное, дня. Это будет самое то, что надо. Клубника еще способствует тому, что защищает наш организм, так как здесь имеются такие вещества, которые действуют как, ну, будем говорить, как приводные антибиотики. Они еще защищают нас от вирусов, они нас защищают от разного рода бактерий. Поэтому, когда мы едим вот эти вот ягодки, то получается, что мы еще обеззараживаем свой организм. И плюс огромное количество воды. Что здесь еще находится? Здесь, конечно, находится очень огромное количество полезных веществ, которые в зашлакованном организме начинают растворять различные образования. Карл Линей, который страдал подагрой, в несколько сезонов, земляничных сезонов, когда он подряд принимал клубнику в большом количестве, излечился от подагры. Подагры отражения мочекислых солей. Так, за счет своей щелочности она растворяет. И действительно, правильно, как ты говоришь, можно вот съесть ее сразу много, и ее как раз и надо есть много. Потому что клубничный сезон, сколько у нас длится? Ну, не знаю, где-то месяц, наверное, максимум. Месяц максимум, да. Поэтому, как только мы с вами употребляем в повышенном количестве клубничку, то мы с вами создаем мощную защиту от разного рода простудных заболеваний. Конечно, этот сезон нужно обязательно использовать. Еще в клубнике содержится, знаешь что? Что? Содержится йод. Поэтому для профилактики различных заболеваний со щитовидной железой обязательно клубничку есть. Отличная йод, да? Супер просто. Клубнику можно использовать и тогда, если у человека по какой-то причине задержится вода. Да, мочегонное средство, как мочегонное 100%. Почему? Вода тут структурирована, полезная. И она сразу и промывает, и лишнюю воду выводит из ароматного плода. Просто универсальное средство. Да. Особенно если ее прямо с грядочки помыла, она такая свеженькая. Мне кажется, ничего нет вкуснее ароматной клубники, которую только что сорвал. Для тех, кто хочет сбросить лишний вес или использовать клубнику в качестве разрозочных дней, великолепное средство для того, чтобы очищать, оздоравливать свою рану и талю делать. Еще, кстати, делают маску клубничную на лицо. Делают маску клубничную. Потому что она же богата разными минералами, витаминами, и все, наша кожица будет питаться. А самое главное за счет того, что в ней содержится структурированная вода, она будет ее подпитывать, вызывать турго, и у нас все эти морщинки будут распрямляться. И как ее в основном едят? Клубничку, как ты думаешь? Ой, не знаю, я ее прям так ем. Ну, конечно, можно, конечно, делать какие-то, наверное, салаты вкусные с ней, может быть. А вот, Геннадий Петрович, у вас здесь, наверное, апельсин. Наверняка не просто так он тут лежит. Наверное, клубничку с апельсином, мне кажется. Можно же что-то как-то сделать? Можно действительно, и существует для того, чтобы особенно хорошо работал у нас желудочно-кишечный тракт, и было нам особо приятно, можно сделать салатик. Вот как раз ты сказала, апельсиновый салат. Мы с вами берем клубничку, примерно возьмем, знаете, сколько? Ну, 150 грамм. Можно сделать своеобразное такое пюре, и возьмем примерно столько же, 150 граммов апельсинного сока. Если честно сказать, я никогда вот так не компилировала клубнику с апельсином. Даже интересно будет попробовать. Давай. Опа, апельсиновый сок у нас пошел. Так. Еще апельсинчик по краслену разрезала. Сюда его. Ну, вот как раз 150 грамм у нас сока и есть. Ну, достаточно, я думаю, да, и клубничку уже теперь. Достаточно, да. Итак, мы с тобой сейчас сделаем апельсиновое клубничное пюре, которое будет способствовать работе желудочно-кишечного тракта. Клубничка сюда, и начнем. Давайте. А вот стоит ли ее мыть, как ты думаешь, или нет? Ой, ну, конечно, стоит ее мыть, я так думаю. Я всегда мою клубнику. Всегда моешь? Ну, конечно, на ней же и песок, особенно, когда поливаешь ее, если такой фонтанчик, то песочек же попадает на ягодки, но как же, там же всякие паразиты. Хорошо, хорошо. Надо мыть. Достаточно. Все, достаточно. И смотри, что у нас получается. Мы теперь давим как раз. Вот. Я рассказывал, что она обладает бактерицидными свойствами. Так. То есть особо бактерии к ней не будут приставать. Раз. Дело в том, что, оказывается, с помощью клубники еще и гоняет листок. Поэтому. То есть мыть ее не надо? Поэтому нет, естественно, ее надо бы ополоснуть. Ополоснуть, да, конечно. От песка. Да, да, да. От грязи. Такой грязи, которая в грядках имеется. А все остальное можно и не обрабатывать. Если вы уверены, что это клубника с вашей грядки. Ну да, если там химикатов никаких на ней нет. Никаких химикатов нет. И вы ее как раз будете использовать. Видишь как? Прекрасно у вас получается. А знаешь, как гоняют глисток с помощью клубники? Ну, наверное, они как, ну, едят. Хорошо, едят, естественно. Нет, конечно, это вообще смешно. Но в старину у тех, у кого бывали солитеры, очень трудно избавляться от этого было паразита. Поэтому делали следующим образом. Ели, значит, селедочку. Селедочку с муком. Сначала съедят так побольше ее. И после этого, ну, буквально таки съедали вот такую чашку. Ну, как цветварное семя так же делали для детей. После селедки клубнику? Да, после селедки клубнику. Ничего себе. Значит, солютер не знал, как ему попить. Ну, понятно. И тут, представляете, столько клубники. И вот эта вот клубника способствует тому, что он, как бы сказать, пытался... Его разорвёт, наверное, от этой клубники. Да, и выходил. Итак, мы с вами растолкли ступочкой клубничку. Ну, теперь мы с вами добавляем апельсинового сока. 150 грамм. 150 грамм мы этого взяли. 150 грамм мы этого. Перемешиваем. Вот. Теперь мы еще сюда добавим одну чайную ложечку меда. По-моему, и так уж очень сладко. Ну, согласно рецепту, у нас такое есть. Понятно. Поэтому мы добавляем. Так, ну, есть ложечка. Я думаю, чрезмерно не надо... Да, не нужна. ...толочь. И мы сделаем так вот. Ну, примерно чайную ложечку меда. Это вот так. Раз, и всё, да? Угу. Вот. Вкусненько. Да. Размешиваем. Размешивайте, пожалуйста. Лена помешает. Вот. И у нас получается... Ой, как вкусно. Апельсиново-клубничное пюре. Так. Мне кажется, детям очень понравится. Я думаю, понравится. Это же гораздо лучше, чем пить какую-то газировку. Представляете, если... Дело в том, что здесь как раз у нас и содержатся ферменты, здесь у нас содержатся фитонциды, здесь у нас содержатся вещества, которые, как я уже говорил, способствуют тому, что защищают нас от разного рода бактерий, грибков и так далее. Можно попробовать. Ну, что, конечно, пробуем. На здоровье. Ну, что Лена скажет? Ну, клубника с апельсиновым соком, да еще и подслащенная медом. Ну, что может быть лучше? Пюре с божественным каким-то вкусом. Да. Прямо хочется смуковать долго. Я думаю, вашим гостям на даче очень понравится. Мне кажется, знаете, что еще можно туда добавить? Для вкуса и аромата немножечко зеленой мяты. Если у вас растет на огороде мята, ее потолочь, порезать туда, да, и она даст, это будет такое, как мохито, такое модное слово. Очень вкусно. Можно приготовить. Мы с Леночкой сделаем такой чай и выпьем, который будет поддерживать работу нашего сердца, сердечно-сосудистой системы. Вот так простая клубника действует, сколько у нее много полезных свойств. Ну, это еще не все. Оказывается, мы сейчас только разбирали сладкие свойства клубники. Кстати, можно клубнику сделать и с яблочком. А если хочется кушать посильнее, вот если... Посильнее, хорошо. Да, конечно, на даче работаешь. Давай сейчас сделаем, да, чаек, смотри, просто-напросто вот этот вот, видишь? Ой, как здорово. О его целебных свойствах я уже рассказал. А сколько настаиваться? Настаиваться, настаиваться его можно, но пускай, знаешь, считается так, что настаивание закончено, особенно вот этой травке тогда, то есть любой, когда она осядет. Как только она осела, это говорит о том, что... Она отдала все свои полезные свойства. Процесс окончен, да. А теперь как раз ты говоришь вот о том, что мы поработали на даче, хочется покушать более плотно, плотно, потому что, ну, маловато все-таки клубничку. Она быстро так переварится и все. Поэтому можно использовать, смотрите, такой салат. Мы с вами даже будем использовать куриную грудку. Грудка должна быть у нас отварная. Значит, мы что берем? Мы берем клубнику. Клубнику примерно мы с вами возьмем 150 граммов. Возьмем огурец, примерно 100 граммов огурца, ломтик индейки или куриной грудки, 1 столовую ложечку лимонного сока, 1 столовую ложечку оливкового масла. Вот можно сюда еще добавить и зелени. Итак, делаем. Грудку мы измельчаем. Наверное, кожицу нужно снять. Кожицу снимаем. Это же вредно очень, правильно. Дало ее. Вот, кожицу мы сняли. Мы разрезаем. Вот. Измельчаем. Хороший запах есть. Есть чем угостить. Порезали грудку. Добавляем ее сюда. Так. Теперь мы с вами берем клубничку. Клубничку добавили сюда. Прямо вот так, целиком? Ну, можно ее порезать. Любишь резать? Люблю. Давайте порежу. Чтобы было совсем красиво. Давай немножечко лимонного сока. Лимончиком полить. И вы еще говорили об оливковом масле, по-моему. Да, поливаем лимонный сок. У нас есть много, не надо, но так и есть. Оливковое масло у нас вот оно. Смотрите, как интересно. Да. Прямо как цезарь, только без сухариков, но с клубничкой. Вместо сухариков мы взяли клубничку. Он получился более полезный, вкусный. Ой, а на даче как же это будет вкусно? Вот смотри, ты как раз полезный и вкусный. Дело в том, что клубничку желательно, ну, не слишком уж сладенькую убрать. Хотя и сладкая пойдет. Здесь нет крахмала. Здесь есть вот, как бы сказать, в основном это продукты растительного происхождения и белок. Сочетание, я думаю, великолепное. Ну и что, будем пробовать? Будем. Лена нам перемешает. Белочками. Ну, я думаю, достаточно. Так, главное, курочку подцепить. Хорошо? Так, и пробуем. Ну что? Вы с курочкой? Можно я без курочки? Можно. Лимончик дает такой пикантный. Как интересно, интересный вкус. Интересное сочетание. Получается мясо, вкусное блюдо, твое мнение? Очень калорийное, очень вкусное, очень полезное. Мы еще не пробовали чаек. Чай! Ну-ка попробуй чай. Это как на посошок? Да. Вот у нас получился, смотри, аромат, подушистый чай. Очень вкусно. Можно попробовать? Да, попробуем. Не опекись только. Вот этот вот чай, значит, клубника. Блюдо из клубники. Как травяной настой. Вот. Очень-очень полезный. С накой водой прекрасно улучшает работу сердца. Так вот, чай, клубника, листики, различные блюда из клубники способствуют тому, особенно в клубничный сезон, что мы с вами получаем огромный заряд полезных веществ, которые потом нас будут защищать в течение осени, в течение зимы. Не упускайте это время. Все для вашего здоровья. Да, и лечитесь клубникой. Всего вам самого-самого доброго. Пишите нам. Присылайте свои рецепты. Рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была Целебная кулинария. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok